Наш город с каждым годом все больше хорошеет. Появляются новые парки, обновляются уже имеющиеся, улучшаются дороги, расширяется сеть уличного освещения. Есть положительные изменения и в сельских поселениях. Словом, местные власти делают все возможное, чтобы славянцы жили в комфортных условиях. Вопрос о работе по созданию условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Славянского района жилищно-коммунальными услугами открывал повестку дня 48-й сессии Совета района. С докладом выступила заместитель главы Славянского района по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Тамара Берсенева. Она рассказала о реализации проекта по созданию комфортной городской среды, в том числе и о реконструкции Северного парка. Здесь предполагается выполнить обустройство пешеходных дорожек и входных групп, площадок для занятий спортом и воркаутом, детских площадок, детской велосипедной дорожки, замены существующего освещения, замены существующей лимонной канализации и озеленения и малой архитектуры. В выступлении руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Александра Головинова была дана информация об обширной работе в 2018 году по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса района, о реконструкции и ремонте линий электропередач и трансформаторных подстанций. Очень много сделано, чтобы улучшить газоснабжение. Подключены к сетям 345 новых потребителей. Выполнена замена без малого 20 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Также заменили три водонапорные башни. Все эти работы по улучшению работы ЖКХ будут продолжены и в нынешнем году. Предоставление жилищно-коммунальных услуг находится под постоянным контролем ресурсоснабжающих предприятий и местных властей. В ходе сессии депутаты внесли ряд предложений, призванных повысить уровень комфортности проживания жителей города и района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».